Дай почитать. В книге одна повесть петля, пожалуй, самая экспериментально сложная, попытка представить изнутри мир и доводы Антона Деденко, в образе которого легко угадывается журналист и писатель Аркадий Бабченко. И его оппонента Трофима Гущина Захар Прилепин. И «Десять рассказов». Сенчин выводит жанр рассказа на новый уровень, на новую высоту. Просто поразительно. Невозможно выбрать лучшее или более понравившееся. Герои Сенчина – мужчины, переживающие потерю, каким казалось единственно правильной истины, неоспоримой точки зрения. Разные судьбы, разные ситуации, что называется сюжеты, будничная, но невероятно печальная история Свирина в рассказе «Очнулся», который четверть века фанатично в свой летний отпуск копался в огороде родителей и так и не заметил, что его отец и мать стали старыми, обессилевшими и беззащитными людьми. Ты меня помнишь? Тоже невероятно пронзительный и жуткий рассказ про Сергея, про его промелькнувшую жизнь. Помните, как у Шпаликова «Жизнь уходит сквозь пальцы, желтой горстью песка» и «Преждевременную пустоту». Любопытно, что рассказы, не связанные между собой ни сюжетно, ни героями, тем не менее соседствуя друг с другом, могут дополнять или опровергать уже высказанное и доказанное в предыдущем рассказе, а могут иногда и пародировать его. Так перед повестью «Петля» обязательно нужно прочитать предыдущий ей рассказ в «Залипе». Главный герой, писатель, попадает в инерцию, из которой вырваться не способен. Так и многие, если не все персонажи, залипли, зациклились на чем-то одном. И все же, мне кажется, что безусловной удачей стал рассказ «Девушка со струной», а необыкновенной Ирине и музыканте Вэля. Здесь звучит все же надежда на милосердие и понимание, ведь у каждого должна быть та самая внутренняя струна, которая не рвется. А обреченности нет, это люди все выдумывают, что есть честность, искренность, свобода воли и выбора. «Петля» Романа Сенчина «16 плюс». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok